Всем здорова, меня зовут Богатейший Ди. Я никогда не матерился в своих видеороликах. И не буду, рынок меня не заставит это сделать. Поэтому, Рома, давай, отдувайся за меня. Ну, честно говоря, это прям... Ну, это пиздец, это пиздец, я к этому не был готов. Спасибо. Три! Девятьсот! В одном из своих видео я говорил о поездах. Давайте напомню. Если розничный инвестор пропустил поезд, он его пропустил. Если институциональный инвестор пропустил поезд, он возвращает его назад. Как раз в то время, когда я выпустил этот ролик, я узнал о нескольких интересных деталях, до которых только сейчас дошли руки. Кстати, если вы не смотрели это видео, ссылку на него оставлю в описании. Кое-кто решил отложить запуск того, на чём спекулируют уже многие месяцы. Ранее было известно, что запуск платформы БАКТ назначен на 12 декабря 2018 года. Однако, теперь эта дата перенесена. Об этом и причинах этого объявила Келли Лефлер, глава БАКТ. А причины, кстати говоря, весьма расплывчаты. К примеру, смягчение рисков, улучшение защиты холодных кошельков, а также высокий интерес к этой сфере. Причина переноса запуска скрывается в повышенном внимании многих игроков. Теперь фьючерсы БАКТ Биткоин будут запущены 24 января, по словам руководства платформы. Что ж, всё это может быть невинным совпадением, вовсе не призванным обрушить рынок. Но есть две вещи, которые лично меня очень смущают. Первое. Уровень интереса. Повышенное внимание многих игроков. Надеюсь, что это так и есть. Я правда очень этого хочу. Особенно если это манипуляция, тогда мы должны ожидать чего-то очень масштабного, что должно вскоре произойти. Потому что логично предположить, что манипуляторы не хотят вечно сбивать цену вниз. Они же и заработать на прыжке хотят, да? Это если они уже не сидят в своих офисах полностью голые и шортят рынок. В любом случае, если окажется, что после запуска продукта интерес игроков будет реально повышен, тогда я ожидаю позитивную реакцию рынка. Если же продукт будет запущен, а объём интереса окажется совсем ничтожным, то рынок наверняка отреагирует негативно. Поэтому 24 января 2019 года будет очень важной датой для всего криптовалютного мира. Второе, что меня смутило, эта новость вышла 20 ноября. Всего за один день до этого была массовая распродажа. Курс просел с 5700 до 4300 долларов за сутки. За одни сутки! А не слишком ли долго я ношу свою шапочку из фольги? М? Доктор, скажите мне. Заговор! Честно говоря, я не думаю, что винить стоит только одну организацию. Сейчас происходит очень много негативных вещей, поэтому это комбинация всего и сразу. Ничего удивительного в падении рынка нет. Нам нужны супергерои. США расследуют манипуляции с тезер во время ралли биткоина в 2017 году с целью определения возможностей манипулирования курсами криптовалют со стороны трейдеров. Большинство случаев роста биткоина связаны с активным перемещением тезер. Пришли к выводу сотрудники Техасского университета. Также комиссия по торговле товарными фьючерсами США расследует подозрительную активность на Bitfinex, методы выпуска новых тезеров на рынок и почему большинство тезеров проходят через Bitfinex. Таким образом, власти США пытаются понять, есть ли вероятность того, что кто-то намеренно влияет на рынок. Ха! Смешно, блин. Уже не раз тезер подозревали в таких незаконных действиях, поэтому я не удивлен, что рынок испугался этой новости. Была бы у рынка мама, наверное, побежал жаловаться. Как вообще это все происходит одновременно? Это очень трудно поддается моему пониманию. Выходишь на улицу, а там дождь идет и одновременно ливень. Ладно, есть кое-что хорошее. Хэш-войны вроде бы заканчиваются. И это происходит не потому, что многие биржи избегают названия BCH и BC в пользу BCH, или потому что размер убытков обеих сторон становится неприемлемым, а по причине, которая удивила даже самого Крейга Райта. Кстати, Крейг Райт, раз ты уже продаешь биткоин, делай это с помощью моего мониторинга обменников. Находишь необходимую пару, выбираешь обменник, меняешь и радуешься. Особенно тебя порадует количество криптовалют, доступных для обмена. ExchangeSumo.com. Ссылка в описании. Вышло обновление биткоина и BC. В новой версии ПО реализована защита от атаки реорганизации, обеспечена необратимость транзакций, что делает работу безопасной и стабильной. И это вдвойне больно, если вспомнить, что всего за два дня до этого сеть биткоин-св подверглась атаке реорганизации. Это привело к задержке транзакций и даже обращению их вспять. Возвращаясь к обновлению биткоина и BC, все не так радужно, как может показаться на первый взгляд. Ранее блокчейн и BC полагался на консенсус Proof of Work, но теперь появились так называемые чекпоинты, которые были созданы для защиты от той самой реорганизации. Каждый десятый блок в сети используется в качестве талона. Если майнер увидит блок в сети, который не совпадает с сохраненным в чекпоинте, он отвергнет этот блок. Теперь ни один блок не будет подтвержден, заменен или реорганизован, прежде чем попадет в этот чекпоинт. И это не зависит от длины цепи. Интересно, что нам даже не представили какой-то экспертный разбор этого всего дерьма, обновления схавали все биржи, не задав ни одного вопроса. Похоже, сегодня сеть биткоин-кэша делает все, что захочет Роджер Вер. Если кто-нибудь помнит, в декабре биткоин достигал 19 тысяч долларов на пике роста, до тех пор, пока Coinbase не анонсировал листинг биткоин-кэша, провоцируя вторую войну между биткоином и биткоин-кэшем. Биткоин-кэш взлетел до 5 тысяч долларов, заставляя биткоин упасть с 19 до 10. При этом биткоин, само собой, потянул за собой весь рынок. Это ввергло новых людей, которых пришло на росте очень много, в панику. По сути, эта паника и стала началом всего этого безобразия в этом году. Теперь мы снова будто бы вернулись в прошлое, в эти глупые хэш-войны. И вновь весь рынок должен страдать из-за биткоин-кэша. Если и есть кого тыкать пальцем, то это биткоин-кэш. Я твердо уверен, что если бы форки никогда не касались биткоина, то мы бы не находились в такой печальной ситуации. В любом случае, это должно стать нам уроком. Форки причиняют кучу проблем и негатива, поэтому нужно избегать их любой ценой. Просто мои мысли. Ненавижу чертов биткоин-кэш. Как я уже говорил, с моей точки зрения, это вина не только биткоин-кэша. Это вина всей совокупности негативных моментов, которых навалилось достаточно и одновременно. В некотором смысле мне даже интересно, что будет дальше. Я убежден, что перед рассветом всегда самое темное время суток. После дождя всегда есть радуга. Короче, вся эта мотивационная ерунда, которая в принципе ничего не значит. Тем не менее, я размышляю эгоистично. Поэтому считаю, что организации, которые манипулируют рынком, не просто хотят убить курс, они хотят получить прибыль. Ошибаюсь ли я? Напишите в комментариях. Что вы думаете об этом, ребята? Пишите в комментариях. Не забывайте лайкать видео, если нашли в нем что-то полезное для себя. Поделиться им с друзьями, прокомментировать. Ваша активность помогает каналу расти. Я вам за это очень благодарен. Заглядывайте в описание под видео. Там ссылки на все мои ресурсы, включая телеграм, в котором я теперь публикую свои статьи. Их больше нигде нет, только в телеге. Поэтому, если хотите, можете подписаться. А меня зовут Богатейши Ди. Богатейте и не делайте глупостей. До скорого. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok